Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю жизни различных животных. Ну а также буду рада вам на своем втором канале Люди Лайф, где я рассказываю жизни известных людей и не очень. Ну а это видео о животном и семействе собачьих койот. Животное Северной Америки койот один из самых адаптируемых в мире. И этот зверек может изменить образ размножения, привычки, питание и социальную динамику, чтобы выжить в самых разнообразных местах обитания. Входит в тип хордовых класс млекопитающих, семестров псовых, родственники волков, собак, лис и шакалов. Есть 19 подвидов койота. Койот по размеру как средняя собака, может напоминать карликовую овчарку, хотя они меньше, чем их сородичи волки. Длина тела от головы до крестца 80-95 см. Хвостом добавляет еще 41 см длины. Вес обычно приблизительно от 9 до 23 кг. Научное название означает лай собаки. Они имеют узкие вытянутые морды, желтыми и лентарными глазами, стоячие уши, худощавые тела, покрытые густым мехом и длинными пушистыми хвостами. Зверьки имеют серый, рыжий, белый или коричневый мех. Их цвет шерсти зависит от того, где они живут. Животное койота живет в Северной Америке и бродит по равнинам и горам, в лесах живут редко. Излюбленные места – пустыни Канады, Соединенных Штатов, Мексики и Центральной Америки. Поскольку люди расширяют пределы сельской местности, койотам приходится адаптироваться к жизни в городах, чтобы найти пищу. Сегодня жители Нью-Йорка, Флориды и Лос-Анджелеса уже не удивляются появлению койота на улице. Койоты – очень быстрые существа. Тем не менее, большинство койотов никогда не видели людей. Они могут развивать скорость около 64 км в час. Великолепные пловцы и прыгуны. Дикие койоты – крайне настороженное животное. У них обостренное боняние и хорошо развито зрение и слух. Койоты – одиночные существа, помечают свою территорию мочой. В течение зимы койоты имеют тенденцию становиться более социальными. В зимние и холодные месяцы они объединяют усилия, создавая охотничьих группировки для легкого поиска пищи. Эти охотники ведут ночной образ жизни, то есть обычно в течение дня они спят, а на охоту выходят в ночное время. Для того, чтобы сообщить о своем местоположении, койоты воют. Они также используют другие звуки для общения. Если слышится лайк, как у собаки, это значит тревожности и угрозы. С куленьем они приветствуют друг друга. Вой может означать найденную большую добычу или сообщение о местонахождении. Малыши койоты визжат при играх и часто воют летом, тренируя свои способности к общению. Живут в норах, длина которых составляет до 5 метров, ширина около 60 сантиметров и заканчиваются расширенной гнездовой камерой. Весной самки койоты выкапывают собственную нору. В поддеревьях и лесах могут взять чью-то оставленную берлогу, использовать пещеру или ливневую трубу. Койоты не придерживы к тейде. Считается, что они мясоеды, на самом деле они всеядные и употребляют также растительность. Любят охотиться на мелкую дичь, такую как грызуны, кролики, рыбы, лягушки могут есть падаль и подъедать после других хищников. Перекусывая змеями, насекомыми, фруктами и травами, если собралась тая койотов, то может вестись крупная охота, например, на оленей. Часто отслеживают свою добычу, используя свое происходное обоняние. Используется также его выносливость, чтобы долго преследовать добычу на больших расстояниях, и когда жертва выбилась и сел, наносится удар. В сухой сезон они могут попытаться выкопать резервуар для воды или найти поилки крупного рогатого скота. Растительность, которую едят животные, имеет в себе некоторые запасы влаги. Городские койоты пользуются бассейнами, собачьими мисками для воды, прудами, водными преградами, на полях для гольфа и других. Среди людей хитрый койот считается вредителем, который может погубить скот и домашних животных. В города койота охотятся на домашних животных, кошек, маленьких собак и перебирают мусор в баках. Койоты могут легко перепрыгнуть забор или стену высотой в 3 метра. Можно увидеть пару койотов на фото, самцы массивнее самок. В некоторых случаях койоты создают длительный союз выращивания одно потомство вместе, а иногда остаются вдвоем. До тех пор, пока живы. Брачный сезон длится с февраля по март. В начале брачного сезона несколько одиноких самцов собираются вокруг самки, чтобы ухаживать за ней. Но она будет формировать отношения только с одним из них. Пара проводит некоторое время вместе перед спариванием. В период беременности обычно в апреле-май, когда много пищи длится в унашивании, 63 дня выводок составляет от 3 до 12 щенков. Насколько будет большой размер выводка, зависит от того, где живет койот. В тех районах, где водится много койотов, будет меньше выводок. В районах с меньшим количеством койотов размер выводка будет больше. Оба партнера принимают участие в уходе за молодняком. Мать кормит детеныша молоком. В течение 5-7 недель после 3 недель они начинают есть полужидкую пищу, которую самец приносит и выплевывает. Заботливый отец все время носит еду к самке с детьми и помогает защищать от хищников. Самка остается с выводком, пока их глаза не откроются, это приблизительно 11-12 дней. К 6 месяц молодой койот, достаточно зрелый и имеет постоянные зубы. С этого времени самка обучает свое потомство искать себе пищу. Семья постепенно разбегается и к осени щенки, как правило, идут на охоту в одиночку. В течение года они уходят своим путем, помечая свою территорию мочой. К спариванию животные готовы к 22 месяцам. Животное койот может также спариваться с собаками. Их потомство называется кайдогами. Они малочисленны, так как самцы не помогают самкам заботиться о потомстве. И спаривание происходит в течение зимы, что приводит к низкой выживаемости. Койоты живут в постоянном стрессе от хищников, борьбы за пищу, болезни и паразитов. Часто гибнут от рук людей. За ними ведут охоты пумы, медведей, орлы, собаки. А взрослые койоты нередко убивают чужой молодняк. Койоты в неволе живут до 18 лет. В дикой природе около 4 лет. Большинство малолетних койотов погибает в течение первого года жизни. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал.